Привет, друг! С тобой Аван, мы продолжаем играть на сервере CCD Planet, сервер GTA 5, всё как всегда. И сегодня мы будем, наконец-то, покупать не лучшую тачку для лута. Конечно, эту тачку ещё надо было купить, как бы, в августе, уже сегодня октябрь, но ещё ничего не поздно. Я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Собственно, сегодня, 2 октября, команда CCD Planet загрязила обновление на серверах. Добавили новые автомобили, старые начали сливать, конечно же, в аукцион. И здесь по очень выгодным ценам стоит, конечно же, GMC Вандура. Какая ещё тачка и самая лучшая для лута? Расскажите мне. Если она вмещает 293 места, вроде, да? Короче, здесь есть 2 лота на 283 километра, и есть на 1660 километров. Везде пищи состоит 3, но они везде стоковые. Я особо им не доверяю. Ну да ладно, давайте купим там 1600, возможно, там реально столько пробега. Вот. Он не ездил же на стоковом, просто так. Вот. Ладно, купим вот эту за лям 700. А, нам надо, да? Нам надо на банке. Нам надо на банке. Опять наш самый-самый любимый банк, который здесь находится, аж 3 банкомата, офигеть. Так, значит, выполнить операцию, пополнение банковского счета, лям 700. Ух, ничего себе, адекватная здесь аудитория. Вандура, вот это я буду уграть, если завтра зайду, а там они по полтора ляма, буду стоять. Ага, вот значит, вот это. 750, нет, вот эту стоит, 3660 пробега. Артем Иванов, выкупаю за лям 700, вот. А мне сегодня хотели впилить за лям 800, 1.9. Я буду максимально надеяться, что меня не обманули, потому что у меня всего лишь осталось 44 тысячи рублей. Значит, мы отъехали от нашего места, давайте уберем GMC Sierra. Как хорошо, что можно иметь просто ультра дофига тачек, только нельзя их одновременно спамить, если у тебя нету дома. Это прям так хорошо. А МГГТ новая поехала. Знаешь что, нам нужна GMC Вандура. Оп. И просто, пацаны, молимся, что она фатешная. Просто молимся. Тонировка есть. Раз, два, три. Блядь, она стоковая. Она стоковая. Да? Или фатешная? Хотя... Хотя... Хотя нет, она фатешная. А может, она просто... Может, она просто так едет? Ба. Трансмиссия. Фатэ. Должится сцепление у вас. И здесь фатэ. Ага. Это она, походу, на таком тупом чипе. Пацаны, только что прочекал видос, как сделать чип в GTA V CCD Planet. Если что, ссылочка есть в описании. И я заметил очень интересную штуку, что когда меняю параметры, да, например, здесь тяги двигателя. Максимум 0.43, а у меня двоечка стоит. Вот здесь максимум 1.25, а у меня стоит 2.3. Это означает то, что эта Вандура еще настраивалась до фикса чипов. То есть, эта Вандура еще на старом чипе. То есть, ее можно будет продать потом намного дороже. Вот это уже лайк. Лайк. Так, значит, 44 тысячи, бля, мне на диске не хватит, сука. Поехали, хотя бы тонер поставим, посмотрим, что по внешке. Может, что-то есть. Радует, что 125 литров баг. Вот это прям балдеж. Так, мне кажется, здесь на нее тюнинга нет. Хотя я видел губу на одной Вандуре. Может, это, конечно, баг. Да, на нее тюнинга нет. Но в одной Вандуре прям была губа с фонариком. Может, перед этим там GMC Sierra стояла, либо что-то подобное. Как-то забагалось. Я хочу какую-то другую Вандуру, а не хочу белую. Хочу черную. Ладно. Красная. Кстати, красная прикольная. Черная. Если бы еще сюда винил, можно было налепить. 100% тонировка. Цвет дисков. Эти не меняются, понял? Дополнительный цвет. Салон красится. Можно салон сделать черный, чтобы он казался тонер темнее. Еще, я думаю, по классике делаем черную Вандуру. А что здесь думать? Как бы перламутр можно взять черный за 4500. И цвет дисков пусть будет такой. Тонировка. Дополнительный цвет тоже черный. Чтобы она была просто в Total Black. О! Теперь еще дисков здесь не хватает. Каких-то с полочкой. И прям будет кайф. Но покупали своих СВРов из ДТП. Поехали, короче, в место, где нужно делать диски. Кстати, давайте посмотрим здесь, есть ли что-то в инвентаре. Прикол здесь оставили. Посмотреть багажник. 293 места. Охренеть. Ну, багажник пустой, к сожалению. 190, 202 были. Увидели. 202 километра в час. Я вот где-то по трассе тоже 200 где-то разгонял. Ну, хз. На старом чипе можно было ехать больше. Я точно знаю, что с багом на ней можно было ехать 400. Вот это угар было. Короче, пацаны, выбираем какие-то диски. 49. Самые дешевые такие, как у меня, на банане стоят. Не хочу. Кстати, да, после обновления можно ставить любые сюда диски с любой ступицей. Теперь это вообще пофиг. На это ничего не влияет. Но ставить такие вот старые диски не хочу. Я только что поехал, заработал деньги. Как вы видите, мне 124 тысячи. У меня есть два варианта. Либо вот эти за 65, либо вот эти за 70. Но мне кажется, бэббосы подойдут сюда побольше. Хотя можно сюда выбрать что-то и подороже. Васяны, может быть... Ооо. Ну, нет. Это были на 124. Это на что-то такое. Ауди каких-то. Ну, да. Здесь надо что-то такое с хромовой полочкой. Мне кажется, бэббосы идут сюда просто идеально. За 70 тысяч, бэм, на базу. Только центрально нужно покрасить в чёрное. И тогда будет ты шо, смотри. И опустить его можно, да? Надо поехать опустить. Бля, какой стиль. Надо ещё дебэббосы поставить на GMC нашу. И вообще будет прям ах. Так, и снова здравствуй. Ой, ебать, чё это за семицветик такой? Офигеть. Значит, цвет дисков и красим в чёрный металлик. Не, ну, мне кажется, это такой стиль. Просто бешеный. Где вы видели такой стиль? Конечно, если бы ещё можно было основной цвет в красный, тоже неплохо смотрится. Согласитесь, такой вишнёвый. Неплохо. И белый неплохо. И серый такой. Тоже неплохо. Но чёрный. На чёрном. Прямо с полочкой хромированной. С хромированными решётками. Бля, вот это стиль. Ещё бы ксенончик. И занизить её. Вот занизить бы её. Но я не хочу, если я сейчас занижу, чтобы мне за этот чип не захерачит. Вот поэтому пусть будет такая. Но теперь это стиль бешеный просто. Ну, в принципе, пацаны, на этом всё. Вот такой вот видос вышел. Надеюсь, вам он чем-то понравился. Наконец-то я прикупил себе GMC Вандуру, чтобы зарабатывать много-много бабок. Если так посчитать, то можно 1200 тащить за один раз. Ну, это при хороших ценах. И как бы 4 раза уже лям. Ну, как бы 5 раз и уже лям. Напишите в комментариях, какая у вас тачка для лута. Мне кажется, у всех Вандура. Либо что-то другое, по типу там фиников, либо не фиников. И ожидаете ли вы на сервере скоро коммерческий транспорт. Это было бы, кстати, очень прикольно, если бы добавили такой какой-то грузовой вита. Либо фуру, что ты можешь купить и сам, короче, забивать её. Там на 1000 слотов. Вот это прикол был бы. В принципе, что мы сделали? Покрасили, поставили диски. Чип уже был. Я, в принципе, вам его вроде как показал. Нажмите лайк, чтобы быстрее вышла следующая серия. Напишите комментарии, чтобы продвинуть этот ролик в топ. Также не забывай подписываться. Здесь выходит очень много разного контента по разным серверам. Угарного, весёлого, интересного и, самое главное, полезного. Нажимай колокольчик, чтобы всегда не пропускать мои ролики. А смотреть их всегда первыми. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.